И в первую секунду после травмы я перестала чувствовать ноги, потому что, конечно, хотелось не быть. Мне очень хотелось не быть. Алена, я знаю, что тебе сейчас невыносимо, но у тебя нет выхода. Тебе нужно просто ставить целью дожить до конца сегодняшнего дня с наименьшим количеством потерь. То есть я вообще не могла даже допустить мысли, что я смогу быть счастливой, если я не могу ходить. Я точно знаю, что я не могу ходить не потому, что я не попробовала какой-то способ. Я перепробовала все, но на данный момент решения нет. Вот эта мышца, например, качается до сих пор. Такая же мышца на правой ноге. Другое дело, что это не очень функционально. И вообще, мне кажется, очень важно, когда ты с кем-то в отношениях отвечаешь себе на этот вопрос. Вот если сейчас с этим человеком что-то плохое произойдет, я уйду или останусь? И если уйду, то значит вы не с тем человеком. Всем привет! Меня зовут Лена Плотникова. Вы на канале «Приехать США», где обычно я рассказываю о бизнесе и профессиях русскоговорящих ребят в Америке. Но сегодня выпуск будет о трансформации, о том, как, пережив адскую боль, найти в себе силы идти вперед, воплощать свои мечты и просто продолжать жить. Недавно я познакомилась с Аленой Алехиной, одной из самых известных сноубордисток России, семикратной чемпионкой страны и двукратной чемпионкой Европы. На пике карьеры за годы Сочинской Олимпиады, где Алена должна была выступать, здесь, в США, на курорте Мамот, Алена падает и ломает спину. И вот уже 9 лет девушка не может ходить. Сегодня Алена живет в Ханнингтон-Бич, Калифорнии. И я с ней познакомилась уже как с талантливым музыкантом, преподавателем 4 языков и мотивационным спикером. Я, если честно, не представляю, как ежедневно Алена переживала все то, что с ней случилось, и как справляется сегодня. И я очень благодарна Алене, что она позволила мне приехать к ней в гости и спросить об этом. Алене, почти 9 лет со дня твоей трагедии, и в частной беседе ты мне призналась, что обычно в этот день организм как будто все помнит, и ты себя чувствуешь не очень хорошо. Как ты вообще с этим справляешься каждый раз? Даешь ли ты себе прожить еще раз? Знаешь, как и в психологии говорят, должны все равно проживать, и потом выходить из этих эмоций, не перепрыгивать. Или стараешься себя как-то вытаскивать перед этим днем, когда он может наступить, ты уже понимаешь, что это будет. Я вообще каждый год надеюсь очень забыть про эту дату. Я надеюсь, что когда... Ну, вернее, я все эти 9 лет надеялась, что просто забуду. И такая, ой, была же эта дата. Но такого пока не было. И каждый год, я не знаю, внутри как будто все чувствует, что дата приближается, и мне прямо плохо накануне. Обычно даже за неделю или за какое-то время. Обычно очень тяжело мне переживается эта дата. Причем непонятно, почему это уже просто дата, но как будто бы где-то внутри она записана. Потому что эта дата дается очень сложно. В том году, например, я специально все так спланировала, чтобы не быть одной в этот день, чтобы быть окруженной людьми, друзьями и не думать об этом. Но накануне я поняла, что у меня был контакт в компании друзей с человеком, у которого подтвердился ковид. И хотя я знала, что я не могу заболеть, потому что болела за месяц до этого, я по этическим соображениям отменила все встречи и была одна на пляже. И этот день был очень-очень тяжелым, как и все даты до этого, каждый год одно и то же. Но мои друзья сейчас говорят, что нужно начать просто относиться по-другому к этой дате и праздновать. Праздновать как день рождения. И я думаю, что это очень крутая мысль. Потому что, по сути, я могла умереть в тот день, 9 лет назад. И меня спасли, и мне повезло, что меня спасли. Несмотря на всю эту трагедию, мне по стольким пунктам повезло, что это случилось в этом месте, что меня смогли так оперативно доставить в другой штат, чтобы сделать эту операцию, что я попала в руки хорошему хирургу и так далее. И у меня были все шансы умереть. Но я осталась, и надо праздновать это как еще один день. И о, здорово, мне уже посчастливилось прошить еще 9 лет на этой земле. Это классно. У травмы, у этой много подводных камней, много вещей, которые могут в любой момент пойти не так, и какие-то осложнения. И по сути... Даже сейчас уже? Даже сейчас, и даже 4 года назад у меня была угроза сепсиса. От сепсиса люди умирают, к сожалению, часто. И примерно в то время умерла Юлия Началова. И я понимала, какие риски. И я попала в больницу, была госпитализирована за месяц, наверное, раза три из-за этого. И опять же, все миновало. То есть надо просто, наверное, не воспринимать как должное, что я 9 лет спустя на этой планете продолжаю жить и праздновать. Так что это моя цель, да, праздновать. У меня цель десятилетия прямо отпраздновать, сделать праздник. Ален, очень многие ребята тебя знают еще со времен сноуборда. Кто-то тебя знает по твоим нынешним курсам, например, того же английского языка. Кто-то тебя узнал по интервью, которым ты давала, рассказывала о том, как все случилось. Но многие... Ну, не многие, наверное, кто-то, да, узнает тебя сегодня из-за этого интервью, из нашего. Я понимаю, что ты очень много раз рассказывала подробную историю, как все случилось, почему это случилось и так далее. Но могла бы ты нам коротко тоже это проговорить, поскольку, повторюсь, ребята, некоторые впервые тебя увидят и, возможно, дальше начнут что-то о тебе узнавать и как коммуникационный спикер, и, может быть, вдохновляться даже твоей историей. Чуть-чуть хотя бы в сжатой форме. Весна 2016 года. Я самая счастливая на свете человек. Я добилась всего, чего мне хотелось на тот момент. Я 7-кратная абсолютная чемпионка России по сноубордингу, двукратная чемпионка Европы. По сноубордингу я отобралась на Олимпиаду в Сочи 2014 год. Подписала самые крутые контракты в своей жизни с огромными цифрами, с прекрасными планами на ближайший год в связи с Олимпиадой в том числе и заканчиваю университет, заканчиваю магистратуру РДН по специальности филология и получаю диплом переводчика нескольких языков. Наконец-то такое маячащее чувство свободы, потому что мне приходилось совмещать сноубординг и учебу и ощущение просто, что дальше какая-то свобода и исполнение вот тех мечт, которые остались. Хотя и так, самый счастливый человек, обручена с мужчиной моей мечты на тот момент, и все прекрасно. И мы едем на съемки для моих спонсоров в Калифорнии, Маммот, Калифорния, недалеко отсюда, в четырех часах езды отсюда. И на второй день съемок я как-то неважно себя чувствую, и происходит абсолютно странное падение, не страшное, не какое-то... То есть такое падение, после которого многие встают и тряхиваются, идут дальше. Но оно было каким-то необъяснимо неудачным. У меня был разрыв сельденки и сломан позвоночник. И в первые секунды после травмы я перестала чувствовать ноги и ощущалась как такой взрыв внутри. И я поняла в те уже секунды, что все плохо. И так моя жизнь разделилась на счастливое до. Абсолютно счастливым человеком была всю жизнь до. То есть относилась к тем людям, которые по дефолту всегда счастливы, у которых всегда все классно. И никогда не воспринимала как должное ничего из этого счастья. То есть я всегда понимала очень хорошо, насколько мне повезло, что у меня такая жизнь. И всегда очень ценила каждый момент. И действительно была самым счастливым человеком, с которым я была знакома всю свою жизнь. И вот это травмы делит всю жизнь пополам, потому что на следующий день я уже не тот человек, не самый счастливый человек, а, наверное, самый несчастный человек. А когда ты просыпаешься в таком осознании, что все поменялось, ну, поменяется просто каждая сфера твоей жизни, которая у тебя была, какую-то ты можешь восстановить, какую-то ты не можешь восстановить. Все равно остается уже, да, там, каким-то воспоминанием. Все равно это классно, что это было в твоей жизни, но все равно это уже в той части жизни остается. Как тебе объяснять, что нужно дальше продолжать жить и брать силы на то, чтобы идти куда-то вообще, во что-то новое? Мне понравилось, как ты сказала, надо себе объяснять, потому что, надо себе объяснять, потому что, конечно, хотелось не быть. Мне очень хотелось не быть, мне больше всего на свете хотелось не быть. Я всегда рассказываю эту историю, в которой мне сейчас верится с трудом, что моя, ну, можно сказать, коллега по команде, девочка, самая лучшая лыжница, фрискирша на планете, канатка Сара Бурки, которая была вот в нашей команде, наших спонсоров, она погибла в 2012 году, то есть за год буквально, и из-за травм. То есть произошло падение, и все, но она больше не проснулась. Ну, это очень потрясло в свое время, но когда со мной произошла такая моя травма, я ей очень завидовала. Я завидовала, что она останется в памяти у всех молодой, успешной, красивой, счастливой, и на том уровне, на котором она была, самой лучшей лыжницей в мире. И мне было так обидно, вот я очень, я действительно ей завидовала, прям искренне завидовала. Вот ты сароматизировала ее смерть? Я не то что роматизировала, я просто, мне было очень, мне было невыносимо, и по ряду причин, как физически, так и морально, но я вот не могла в первое время отпустить, что все то, к чему я так долго шла, карабкалась, там через какие-то кусты колючие, я не только, как будто у меня обнулились все мои результаты, заслуги, все то, на что я так долго работала, а я ушла в минус. Я не могу даже делать вещи, которые может делать каждый первый человек, то есть фактически, я не могу в базовых вещах, я тогда не могла, не знаю, сесть на кровати первые там несколько месяцев, не потеряв сознание, ну то есть, мне не доступны были абсолютно простые какие-то действия, а я всю жизнь, каждый день требовала от себя максимум, я так долго к тому шла, вот это нарабатывала, а тут я не только сбросила все это, а ушла как бы в минус, и мне, чтобы стать нормальным, абсолютно среднестатистическим человеком, который вообще ничего не делал в своей жизни, мне даже это не доступно, теперь, и вот, наверное, это мне сложно было очень отпустить, поэтому, ну и плюс, очень было много мучений, именно и морально-физических, первое время, и поэтому я завидовала Саре, и я считаю, что важно это проговаривать, потому что сейчас, конечно, я считаю, что это абсурд, потому что надо праздновать, как мы уже сказали, что я, ну, я еще 9 лет после этого прожила, как минимум, да, но в тот момент я искренне, 100% ей завидовала, и к чему, почему я считаю, что об этом важно говорить, что это нормально, что в жизни будут случаться моменты, и у каждого они могут случиться, да, не важно, через что проходит человек, возможно, у него нет таких-то испытаний, таких серьезных, да, на первый взгляд, но он может себя, вот найти себя в такой точке, где он будет себя так чувствовать, не хотеть быть на этой планете, хотеть исчезнуть, я, все, что я хотела, чтобы я просто вот не проснулась утром, или чтобы вот так чик, и все это закончилось, что просто темнота, и все, я не чувствую этой боли, вот мне просто, я хотела, чтобы меня отключило, но я в этот момент понимала, что это, что мне будет легче, да, что если я что-то там сделаю условно с собой, то мое страдание будет закончиться, а у других начнется. У других это людей, кто когда-либо меня знал, но в меньшей мере и в большей мере моих близких людей, моей семьи. Их страдания начнутся с моей свободой. И поэтому я думаю, что... У меня было это осознание, что это как самоубийство. Это не самоубийство, а еще убийство других людей, которые тебя любят. Да, это самый эгоистичный поступок, который ты можешь совершить. И мои близкие этого совершенно не заслуживали. Они так очень сильно за меня переживали. И это бы значило... У меня маленькая сестра, например, это значило испортить всю ее жизнь, потому что ей бы предстояло пережить эту травму и потом жить всю жизнь с этим темным облаком, тучей, навишей над ней. Как ребенку вообще что-то объяснить, что-то про эту жизнь, если вот такое произошло в семье? И как ей после этого что-то объяснить? Что-то хорошо, добро и так далее. Да, что бывает, что-то хорошее, и вообще, или там моим племянникам, которые мне как мои дети. Ну, то есть... И поэтому я... Вот у меня понравилась твоя фраза, когда ты сказала, как ты себе объясняла. Потому что я именно объясняла. Я объясняла себе. Алёна, я знаю, что тебе сейчас гневоносимо, но у тебя нет выхода. Тебе нужно просто ставить целью дожить до конца сегодняшнего дня. С наименьшим количеством потерь. Да, то есть вот как-то прожить. И это было действительно такое преодолевание каждого дня. Но я ещё раз повторюсь, что важно это себе объяснять. И говорю я это потому, что всё меняется. Это очень важно. И даже в моменты, когда кажется, что всё, я больше не могу, и я хочу, чтобы это сейчас закончилось. Нет, нужно в этот момент объяснять себя, себе, что жизнь так устроена, что всё меняется, и это пройдёт, и это закончится. Да, конечно, как раньше никогда не будет, но будет точно лучше, чем сейчас. Будет точно легче. И я бы хотела, вот если бы я могла вернуться в прошлое, подойти к себе в тот момент и, я не знаю, кричать себе на ухо, обнимать себя и говорить, пожалуйста, поверь, всё, так будет не всегда. Всё время, которое ты говоришь, я постоянно вспоминаю, я очень много, когда с тобой познакомилась, фотографии посмотрела, видео посмотрела тебе, пролистала из-за ленты в Инстаграме. Ну, у тебя столько прикольных моментов, где ты играешь на концерте, где-то там какие-то съёмки. Словно этого бы всего не было. И вот ты же не знала в тот момент, когда ты там от реабилитации до реабилитации, когда ты вставала, пыталась как-то себя вылечить, да, сама поднять на ноги. Ты же не знала, что всё это будет. У тебя есть часть жизни там, и часть жизни здесь, она другая, разная, она не менее классная. Я примерно об этом, да, и говорила, что если бы я могла вот так пойти к себе, я бы себе показала какие-то картинки из будущего и сказала, представляешь, что будет вот так. Я знаю, тебе сейчас в это не верится. То есть я вообще не могла даже допустить мысли, что я смогу быть счастливой, если я не буду ходить. Вот, а сейчас, ну, я понимаю, что была неправа, и, оказывается, можно быть счастливой, даже учитывая то, что я до сих пор не могу ходить. Может, я не догоняю, что реально я теряю. Может быть, ты улыбнёшься и ко мне опять вернёшься. Есть вторая ещё часть твоей жизни. Сейчас это музыкальность. Ты музыкант. Расскажи, как это началось. Я знаю, что ты стеснялась даже. Не стеснялась, а боялась начать. Боялась себе это раскрывать. Боялась начинать петь, писать музыку. Думала, что вообще это не про тебя, не для тебя. Но, тем не менее, сейчас у тебя есть в России несколько групп, с которыми ты ездила на гастроли, выступала. Ты тут знакомишься с ребятами-музыкантами. Мы с тобой ездили в музыкальную студию, в которую нам можно потенциально, например, записывать музыку. Продолжаешь всё равно этим заниматься. Как ты к этому пришла? И это очень нужно, потому что я услышала эту музыку. Она диаметрально противоположна. От лирики роса до чего-то. Я не разбираюсь супер в жанрах, но, не знаю, как будто это профессиональный музыкант американский, который записывал. Мне так показалось. Да, музыка всегда была мечтой. Наверное, даже больше, чем сноубординг изначально. Но изначальных талантов в спорте было больше. И все мне говорили, что ты спортсменка по своей натуре, и у тебя точно талант к спорту. А в музыке такого не слышала. Хотя закончила музыкалку с красным дипломом. Сначала, ну и всегда продолжала потом играть на пианино и на гитаре играть с 12 лет. А вот петь боялась, опять же, потому что все говорили, ну и дома часто говорили, ты спортсмен. У тебя хорошо получается. Как бы задвигая всё равно второй талант, получается. Ну, не сказать, что есть талант. Но я верю в то, искренне верю в то, что упорство, и труд такое дурацкое слово, упорство, наверное, и усилия приложенные, это перевешивают талант. Ну, если только не талант, в этом случае так же идёт с усилием и упорством. Здесь у меня даже, наверное, такой спортивный подход. Ну, то есть я считаю, что где-то талант можно компенсировать именно вот таким спортивным подходом и упорством. Долго себе не могла разрешить сначала, потому что у меня была учёба и спорт. Потом стала реабилитация. Тоже не разрешала себе играть музыку, потому что реабилитация и работа стали в приоритете. И в какой-то момент разрешила себе заниматься музыкой немножечко каждый день. Разрешила 10 минут в день. То есть есть такое правило, 5 минут японское. Если на что-то нет времени, 5 минут всегда есть. Камон. Но я подумала, что 5 минут это слишком мало. Но 10 я себе, скрепя сердце, нашла 10 минут для музыки. Дала себе ощущение, что буду заниматься этим каждый день. Потом из-за второй операции на позвоночник пришлось прерваться. Но эти 3 месяца впустили как-то музыку в мою жизнь. И всё. Теперь я надеюсь никогда этого не отпускать. И теперь музыка огромная часть моей жизни. Вот сейчас ты пишешь музыку, сама ты пишешь текст. И как потом происходит запись? Где ты находишь ребят, которые тебя записывают? Как ты всё это... Я просто хочу привести это к тому, как это монетизировать здесь. Тем более здесь, наоборот, сторона возможностей в этом плане музыкальном. Главное найти просто эту дорожку, чтобы монетизировать. И твой... Почему я говорю про монетизацию? Потому что, конечно, очень хорошо, когда ты голодный художник. Но на самом деле здесь не очень не получится выжить. И если тебе не получится выжить, значит, ты будешь тратить время, зарабатывая на каком-то не очень любимом занятии. Зачем это нужно? Если ты можешь монетизировать своё любимое дело. Как ты видишь своё развитие здесь? И как ты находишь записи ребят, которые тебя записывают здесь? Они находятся в Москве. Как это всё происходит? Я думаю, что важно что-то делать. постоянно что-то делать, как это тоже такой классный завет. Do something. Не знаю. Не знаешь, где начать. Начинай где-то. Потому что, если ты что-то продолжаешь делать, возможности сами находят себя. Ну, конечно, роль социальных сетей огромная. И сейчас не нужен продюсер, потому что Инстаграм может выполнить эту роль за тебя. Главное что-то делать. Чем больше ты делаешь, тем больше это открывает возможностей для тебя. То есть, я думаю, не нужно голодным художникам не вариант. И не художникам, ну, то есть уходить во что-то другое, начинать заниматься другими делами, как ты выразилась. Тоже не вариант. Я думаю, что нужен баланс. То есть, нужно как-то тоже себя выделять время, чтобы продолжать, чтобы не отпускать эту мечту и, допустим, совмещать. Но обязательно воспользоваться этим правилом пяти минут. Что-то каждый день делать все-таки в том направлении, в котором хочется в итоге. В моем случае, я не знаю, везение это или нет, но возможности... Я продолжаю делать... Я не думаю о монетизации. Я никогда не думала... Музыка для меня — это любовь. Это не работа. У меня есть основной заработок. И был. И никогда не думала о музыке в этом направлении. Основной заработок получается английский, чем преподавание языков, моделинг и так далее. Да. Но, опять же, музыка стала источником дохода тоже. Но у меня не было такой цели никогда. Была цель играть больше музыки. И я играла эту музыку. Мне кажется, здесь важно было тоже задвигать какое-то эго свое. Потому что, особенно привыкнув к другим вершинам сноубординга, сложно начинать что-то новое. сложно в чем-то учиться с нуля. Или опять оказываться внизу, и опять начинать карабкаться в чем-то абсолютно новом. Когда ты побывал уже на других вершинах, и здесь очень важно задвигать свое эго. Потому что иначе это эго просто может тебе перегородить путь. И вот это нежелание немножечко задвинуть свое эго может тебе просто перегородить путь к твоей мечте. Вот. Поэтому было важно. Я не думала о монетизации. Я просто продолжала. Я просто знала, что хочу играть больше музыки. И получала одинаковое удовольствие от маленького концерта. Такое же удовольствие получала, как от огромного концерта для тысяч людей. так и от репетиции на базе с ребятами. То есть ты начала выделять музыки, например, те же 10 минут в день. Начала писать музыку, показала ее кому-то. Да? Получается. Как ты вышла на концерты? Как ты вышла на ребят, с которыми ты играешь? Я написала песню. И потом... Показала ее друзьям. И друзья, которые... Музыканты сказали, это очень крутая песня, тебе надо ее записать. Эта песня была на русском? Нет, на английском. Песня Tired. И они сказали, давай мы тебе ее запишем. Записали прямо в гостиной моей дома. И я даже думала, не думала, что я ее выпущу. Потом кому-то показала ее. И всем, кому показывала, очень нравилось. И так меня уговорили ее выложить в соцсети. Всем очень понравилось. Потом начали какие-то музыканты хотеть играть со мной. Написала еще пару песен. Продолжила выпускать. И так уже было несколько песен, но в голову не приходило начать выступать. У меня была лекция большая в музеоне для Рокси. Мотивационный спикинг с целью вдохновить. А вдохновили, получается, меня, потому что в конце, когда люди задают вопросы, был вопрос. Алена, а когда ты начнешь выступать? Я сказала, наверное, никогда. Я перфекционист и, наверное, никогда не буду готова. И на следующий день какой-то человек, который был на этой лекции, прислал мне афишу с моим именем. И сказал, я слышал твои песни. И я слышал, я видела, как ты держишься на публике. И я вижу, что ты никогда не будешь готова. Ты выступаешь вот здесь, а если ты не будешь здесь выступать, ты меня очень сильно подведешь. Я несколько раз пыталась слететь с этой штуки и сказать, что объяснить, почему я не могу. У меня даже не было гитары с собой, не было музыкантов. Оставалась неделя. Но он сказал, я уже все сказал. Ты меня очень сильно подведешь, если тебя здесь не будет. И пришлось что-то делать. На тот момент это казалось как просто издевательство надо мной. Сейчас я очень благодарна этому человеку, потому что, вероятно, действительно никогда бы не была готова. В итоге, после этого выступления меня стали приглашать. Стали приглашать потом за деньги где-то выступать. И все это начало обрастать новыми предложениями, какими-то проектами и новыми выступлениями. И вытекло в гастроли в Индонезии, например. Мы играли концерты в Швейцарии, в горах, в Сочи и так далее. А ты сейчас как-то поддерживаешь связь со своими ребятами, с которыми ты тренировалась? Вообще смотришь ли вообще на индустрию? Что происходит в ней? Погружаешься или ты отстранилась с этого и вообще другую жизнь ведешь? Ну, сейчас уже нет. И у многих уже 9 лет спустя многие по другим причинам уже ушли, тоже начали заниматься другими вещами. Это же не какой-то вечный, да? А сама дисциплина, ты следишь за ней? Первые годы не могла перестать смотреть соревнования, смотрела Олимпиаду, смотрела, следила за всеми. Это было очень... Это было просто издевательство над собой, невозможно было перестать. То есть я знала, что это... Ну, нельзя так с собой поступать. Но не могла. То есть это моя жизнь, которая продолжалась без меня. И невозможно было... Ну, то есть я не могла за ней перестать следить. Это вот моя жизнь. Она просто почему-то пошла в другую сторону. Но поэтому я, конечно, постоянно следила и знала, что происходит. И продолжала жить душой там, а телом совершенно в другом месте. Поэтому... Но это было очень болезненно. И я понимала, что надо переставать, надо просто... Но тогда я немножечко терялась в самоидентификации. Потому что... То есть вот моя жизнь, она продолжает идти, но без меня. А кто тогда я? Если я отделяю себя от того, что вот от этой жизни, да? Что нужно было сделать, тогда кто я? Я знаю, ты говорила в одном интервью, что у тебя было даже не интервью, это была мотивационная лекция для ребят. Что у тебя был специальный список, который ты сама составила. К этому приходят психологи и ребята, которые занимаются. Но ты сама выработала этот список, который помогает тебе в сложные моменты. Ты прям пошла по пунктам. Если этот пункт тебе помогает, ты переходишь к следующему. Ты можешь вспомнить какие-то пункты из этого списка. Потому что я почему застряю на этом внимание? Опять-таки я возвращаюсь к тем ребятам, которые переживают, может быть, сейчас какие-то свои душевные терзания. Они не могут выбраться из них. Те пункты, которые я услышала, они универсальны в таких ситуациях. Можешь вспомнить, что тебе помогало особенно? Да, я понять не имела, что это какой-то инструмент. Это интуитивно было, потому что у меня до такого доходили мои состояния, что просто туман, темнота перед глазами, шум в голове, просто страшный шум, когда с тобой разговаривают люди, а ты ничего не слушаешь. Тебе настолько невыносимо то, что сейчас происходит, осознание того, что сейчас происходит, что просто шум и пелена перед глазами. Тебе просто хочется не быть. Что этот список составило, выйдя, сразу выйдя из-за одного из таких состояний, из таких приходов, составил такой список, потому что было очень страшно. Я знала, что это произойдет снова, и я так не хотела испытать снова вот этот ужас, этого состояния, что я написала список, что может помочь в такие моменты. И я дополняла его с каждым таким приходом. Потом, последующие приходы, я шла по этому списку, да, иногда первый пункт помогала, иногда доходила уже до десятого, и ничего. Я просто продолжала пробовать, и ничего не отходило. От следующего пункта становилось только хуже, да. Но потом что-то из этого пункта срабатывало. Ну, я помню точно, что там был разговор с лучшей подругой Женькой, без которой я не знаю, как вообще, как где бы я была, если бы не она. И она до сих пор в списке моих благодарностей каждый, наверное, день. Благодарна за нее, как и за свою семью. Но прям точно помню, что был разговор с ней. Ты могла в любой момент, получается, ей позвонить? Ну, фактически, да. Да, фактически. Ну, наверное, не в любой. Наверное, были ситуации, когда приходилось перейти к другому пункту, или когда это не помогало по какой-то причине. Такое тоже было. То есть это не то, что это универсально, но это одна из вещей, которая очень помогает. Там точно был дневник, написание дневника. Я до сих пор веду этот электронный дневник, но в тот момент я писала по какой-то иронии судьбы, я писала от руки дневник. И думаю, наверное, может быть, так нужно было, потому что у меня сейчас нету вот в моем электронном дневнике, который там с 2005-2006 года я веду, нету вот такого вот этого, этого куска, самого жесткого, самого жесткого куска. И я, в принципе, всем всегда советую именно электронный дневник вести, потому что иногда важно не столько написать дневник, сколько вернуться, отскролить назад и перечитать. Именно это больше спасало. Но я начинала скролить наверх и отматывать, и вдруг читаю про какое-то свое счастливое состояние, как было классно. И просто путем логических размышлений я думала, вот моя жизнь была просто вот такая, вот такие амплитуды, вот там ноль, и вот такая была жизнь. Сейчас у меня вот здесь, да, где-то, вот такие амплитуды внизу. И просто логическим путем я понимала, что не может такое быть, что вот так вот было всю жизнь, а теперь будет вот только так. Видимо, моя жизнь, она просто вот так. Ну, то есть, значит, будет и потом. Смотри, подруга, дневник. Давай еще хотя бы два назовем. Музыка. Причем это тоже, когда мы тинейджеры, для нас так нормально вставить плей в уши и просто слушать музыку. То есть это нормальная activity. То есть это нормальное время предупреждения вставить наушники в уши и просто слушать музыку. Такое дело. Что тебе нравится делать? Мне нравится слушать музыку. Но с возраста мы про это забываем. И поэтому... Ну, все, мне кажется. Ну, большинство. Вот. Поэтому классно помнить про это и вставить иногда в оба уха наушники и включить какой-нибудь плейлист своей, например, какой-нибудь забытой страницы ВКонтакте, например, которая куда-то не заходила, там, лет 13, как я, например. Потому что это какой-то микромир в твоей голове. Именно, мне кажется, эффект наушников. То есть я помню, что вот это там было тоже. Занятие спортом было тоже, потому что, ну, это физические процессы. И запускает определенные. И тоже позволяет выбраться из такой вот... А можно сюда же вопрос... Я вот представляю, например, если ты себя морально плохо чувствуешь, у тебя есть силы подниматься, чтобы заниматься спортом, заниматься своей реабилитацией и как-то двигаться? Ну, хорошо, нет, конечно, я сказала, что иногда там все 10 пунктов или неприменимы, или не помогают. Поэтому важно иметь, наверное, чем дольше этот список, который ты про себя понял, тем лучше, потому что надо помнить о том, что он в какой-то момент может не сработать. Поэтому чем больше там пунктов, тем лучше. И этот список вообще лучше всегда дополнять. И очень важно отмечать не только вещи, от которых тебе лучше, но и те вещи, от которых тебе становится хуже. Причем это могут быть абсолютно... Вот в моем случае это могут быть, тоже всегда об этом говорю, непредсказуемые вещи. Например, я не знаю, что именно, но меня триггерила прогулка в медленном темпе. Наверное, триггерила какие-то в первой прогулке после травмы, там чуть ли не еще, когда меня вывозили, когда мне даже сидеть нельзя было, и вот меня там по больничному дворику вывозили в лежачем состоянии прогуляться. Я не знаю. То есть в какой-то момент триггерила я не могла терпеть медленные прогулки. У меня какой-то срабатывал триггер, и меня становилось так плохо, что вот наизнанку морально выворачивала. Алена, скажи, пожалуйста, ты продолжаешь сейчас заниматься, и я помню, что ты рассказывала, что ты могла просто по 10 часов заниматься каждый день, чтобы встать на ноги. Несмотря на то, что тебе говорили врачи, что это только поддерживающая реабилитация, сейчас нужно ли что-то делать? И если да, то что ты делаешь? И столько ли часов у тебя занимает сейчас? Сколько вообще? Нет, теперь уже, конечно, 10 часов не могу. Так было два с половиной года, почти три, когда кроме реабилитации и работы не было ничего. Потом пришлось делать приоритеты. Я поняла, что здесь я уже буду сейчас жертвовать ментальным здоровьем сильно, потому что три года положить на реабилитацию ради знания того, что я сделала все, что могла, и действительно не в спорте. Это просто для своего успокоения было? Да, но я не жалею об этих трех годах, наверное, потому что я точно знаю, что я не могу ходить не потому, что я не попробовала какой-то способ, а потому что я перепробовала все, но на данный момент решения нет. И надо продолжать держать руку на пульсе, надо поддерживать общее состояние, общее состояние здоровья и физическую форму, потому что если даже какое-то чудо произойдет в виде, не знаю, будь то нейролинк или какая-нибудь еще суперкрутая технология, пусть даже там, когда мне будет 50 лет, я даже уже на такое согласна, но все равно нужно поддерживать себя в форме. Так что это все равно составляющая каждого дня, по-разному бывает, в разном объеме, но это составляющая каждого дня, будь то какая-нибудь там минимальная хотя бы растяжка и поползать по песку на пляже или постоять на балконе, вертикализироваться, тоже сделать растяжку. И очень важно, чтобы вес тела проходил через ноги, чтобы кости тоже по-прежнему были способны выносить определенную нагрузку. Даже то, что я сделала выбор в пользу передвижения на самокате, это большая физическая нагрузка на самом деле, потому что когда я 5 лет назад впервые приобрела этот самокат, на котором я передвигаюсь сейчас всегда, то есть и день, и ночь, у меня нет вот сейчас здесь, у меня нет ничего, кроме этого самоката, я не могла, у меня недостаточно было физических способностей, чтобы удерживать баланс на этом самокате. Когда я первая с него села, я такая, о, ну я не смогу им пользоваться, потому что он казался очень неустойчивым, у меня не хватало мышц, которые у меня работают для баланса. Сейчас я такие вещи делаю на этом самокате, там с бордюров могу съезжать или на какую-то минимальную ступенечку даже запрыгнуть. Говорю, что это мой BMX. Ну, то есть, но это благодаря тому, что это вот точка роста была такая, что как бы челлендж такой, который был, где дискомфорт стал причиной роста. Ален, я видела, когда ты сидела отвечать на интервью, что ты спокойно можешь на нога на ногу класть, ты можешь ногами двигать, руками себе помогать, и от этого не очень понятно. Я так понимаю, что ребята, которые видели твои интервью, тоже не понимают, как ты сейчас, можешь ли ты им двигать, можешь ли ты хотя бы минимально как-то вставать, ходить, что происходит сейчас? Я по-прежнему не могу ходить, я не могу встать, и у меня вернулось только две мышцы в первый год после травмы, и все эти 9 лет они продолжают крепнуть. Другое дело, что это не такие мышцы, которые позволят мне встать или ходить. Но вот педаль, например, я могу крутить на своем тренажере, вот эта мышца, например, так, ну, то есть качается до сих пор, такая же мышца на правой ноге. Другое дело, что это не очень функционально применимо. Вот, поэтому после каждого интервью, да, ой, я видела, что она шевелит ногами. То есть что-то вернулось, но недостаточно того, чтобы ходить или стоять. Ты можешь обходиться без всего сама, то есть без посторонней помощи. Ты в целом можешь прожить день, неделю и так далее. Потому что я, например, тебе помогала выгружаться, и когда мы приехали в музыкальную студию, я помогала доставать самокат и видела, насколько он далеко находится в багажнике. И я не представляю, как бы ты это делала самостоятельно, и наверняка нужен какой-то человек, кого нужно просить с тобой приехать или встретить тебя на точке. То же самое, на той же своей парковке, например, загрузиться. Как это все происходит в твоей жизни? Конечно, я могу все делать сама. И первые, наверное, три месяца только не было такой возможности. И спустя, наверное, месяца два-три я уже была полностью ни от кого независима. Но какие-то вещи, это такой маленький бодвиг, как, например, достать самокат, проползти до багажника, открыть багажник изнутри, вытащить самокат, и потом проделать это все в обратном порядке, загрузить самокат, сложить, загрузить, проползти через багажник. Поэтому, когда есть кто-то, для кого это сделать не так сложно, когда есть друзьями или знакомыми, это, наверное, как раз единственная вещь, которую мне не совестно просить, потому что я знаю, что я могу это сделать сама, но это такой подвиг. И иногда, например, бывает, что я очень уставшая приезжаю домой в наш подземный гараж, и, например, это час ночи, и у меня настолько нет сил выгрузиться, что мне нужно taking a nap. То есть мне нужно чуть-чуть поспать в машине, чтобы накопить силы, выгрузить самокат самостоятельно. Вот, до такой степени. То есть я могу это сделать, но это граничит с не могу, то есть это граничит с подвигом. А что касается автомобиля, ты приехала тоже, где мы с тобой встречались самостоятельно, и я тогда тебе задала вопрос еще по телефону, нужна ли тебе помощь сама, одна ты мне одна, что-то такое я спросила, и сказала, да, я за рулем, все нормально. Я только потом начала такая, а, точно, есть же ручное управление, я вообще не представляла, как это все происходит, и мне подруга сказала, что вообще-то, ну, есть кнопки, которые заменяют газ, тормоз. Долго ли ты привыкала к такому управлению? И, ну, как тяжело тебе было перестраиваться, как тяжело тебе сейчас водить. Может быть, настолько уже приучилась, что все очень легко. Человек очень ко многому привыкает, конечно, к хорошему быстрее, чем к плохому, но я, да, это я вообще уже не замечаю. Это даже весело, управлять на русском управлении, это никакой не сложный аппарат, это просто рычаг, фактически, который дает мне возможность нажимать педали, которые обычно нажимаются ногами, руками. И, то есть, моя машина может управляться любым другим человеком ногами, как обычная машина, но на ней есть вот этот рычаг, причем он может быть разных видов. Здесь у меня он с левой стороны, а в России, на моей машине, в России он справа. То есть, получается, специально делается на обычную машину? То есть, если бы, условно, у тебя была машина до аварии, она смогла бы спокойно функционировать таким образом? Только если это не механика. Моя машина до аварии всегда управляла механикой, потому что мне почему-то нравилось. На механику такую штуку не надо установить. На автомат. На любой автомат можно установить урочное управление. Ален, ты сегодня преподаватель и музыкант здесь. Ты, получается, полностью трансформировала свою реализацию, свою профессию, вообще себя. И мне кажется, это может откликнуться даже тем ребятам, у которых все хорошо в жизни, но которые просто переезжают в другую страну, и у них точно так же обнуляется все. У тебя обнулилось по другой причине, здесь у ребят обнуляется просто потому, что без документов, без денег, без знакомств и так далее они переезжают на пустое, голое место и пытаются как-то реализоваться. Ты ушла вообще в новую для тебя среду, и в этот момент, мне кажется, очень хорошо тебе сыграло твое образование, потому что ты как раз-таки и училась преподавать язык, я так понимаю, у тебя было филологическое, лингвистическое образование. Расскажи, пожалуйста, вообще как ты начала преподавать английский язык и как это все вылилось сейчас в такую масштабную историю, что ты знаешь 4 языка, которые ты преподаешь, у тебя есть большой курс по английскому языку, и многие тебя знают благодаря ему в том числе. Как ты стала этим зарабатывать в момент реабилитации своей? Это была очень такая важная, вот мы говорили с тобой про список того, что помогало, и вот работа в какой-то момент стала одним из пунктов этого списка, потому что 3 месяца спустя после травмы я начала преподавать онлайн, тогда это было очень странно всем, это 2013 год, для всех было очень странно, что обучение онлайн тогда, это было не то, что до ковидной, а вообще 9 лет назад, всем было очень странно обучаться онлайн, не всем это подходило, и я решила попробовать это делать, учитывая то, что когда я училась, я не очень понимала, зачем я получаю образование, зачем это так сложно, совмещать обучение и профессиональную спортивную карьеру, и вот был ответ, зачем, видимо, потому что я начала преподавать, и сложно недооценить вообще эту роль того, что я начала работать, потому что я уже упомянула то, что было очень сложно себя самоидентифицировать, потому что вот у меня была жизнь, которая пошла куда-то в противоположном направлении от меня, и кто же тогда я, было еще ощущение, что я не могу ничего, что я все свои возможности потеряла, что все, что я умела, теперь у меня этого нет, поэтому очень важно было начать преподавать, потому что, во-первых, это помогло моей самоидентификации, я подумала, оказывается, я преподаватель, какие-то новые, да, у меня появились, новая самоидентификация, во-вторых, меня это очень отвлекало, особенно в начале, когда я нервничала еще перед каждым уроком, я забывала обо всех своих проблемах и вот уходила в другую реальность, в работу, плюс еще был, очень важно было оставаться финансово независимой для меня, потому что я с тинейджерского возраста, с первой подработки, ощутила вкус к тому, чтобы быть ни от кого, ни от кого не зависеть финансово, и вот пойти в другую сторону было бы для меня очень болезненным, поэтому у меня очень не терпелось начать снова работать. Очень быстро, это три месяца, это прям максимально быстро, учитывая, что как там долго все заживает, какой длинный процесс вообще к тому, что ты сейчас имеешь, и сразу начать работать, даже подумать о том, что нужно работать в этот момент, мне кажется, достаточно сложно. Ну, мне это было очень нужно, как воздух, и оказалось, что я еще могу вот это, а потом еще второй начала преподавать, а потом третий, и оказалось, что могу все больше, и еще очень важная роль, которая была сыграна в моей работе, была в реабилитации, как ни странно, потому что мне нужно было как можно больше времени проводить стоя, вертикализация, но это было, ощущалось как пытка физически, и морально сложно тоже, но можно там кино включить или с кем-то болтать, все равно мне через полчаса, на час становится очень плохо, то есть начинает кружиться голова, начинает тошнить, крутиться внутри, болеть. А ты не можешь идти, ты должен стоять. Да, ты должен стоять и увеличивать каждый день время, но это прям пытка физическая была на тот момент, и когда я начала работать, урок был час, и, соответственно, минимальное время, сколько я могла простоять часа, и я поняла, что я вообще не думаю о своей боли, ну, то есть я, понятно, что все болит в этот момент, просто я настолько ухожу в работу, что я не ощущаю, и испытки это стало во что-то, что потом я начала два-три урока брать и три часа стоять, таким образом, я не знаю, смогла бы я преодолеть этот барьер, не быть работы, потому что потом уже случались, где я пять часов подряд стою, пять часов преподаю, плюс очень, то есть я стала, это помогло реабилитации, да, и своё ощущение, потому что я настолько погружалась в работу, что я не замечала, как летит время, плюс я уже рассказывала, как тогда по 10 часов занималась реабилитацией, и в какой-то момент, когда прошёл первый год, постоянно ощущалось, что время утекает, как песок сквозь пальцы, и ничего не остаётся, когда ты 10 дней, когда ты 10 часов проводишь реабилитацию, у тебя дня нет воспоминаний, то есть воспоминания, как ты в тренажере, это не воспоминания, за счёт того, что нет воспоминаний, проходит месяц, а тебе кажется, что это было вчера, потому что памяти не за что зацепиться, и плюс при этом нет абсолютно прогресса, несмотря на 10 часов реабилитации в день, прогресса вообще не было, и его нельзя было пощупать, то есть ты вроде отдал все свои силы, и ничего не получил взамен. Крыша начинает ехать от того, что просто ты тратишь время, твоя жизнь уходит ни на что, и очень помогало, что я совмещаю это с работой, потому что я себя утешала тем, что кто-то эти часы проводит в офисе, на работе, по дороге в офис, в пробках, а я вот, у меня есть возможность совмещать с реабилитацией, я даю себе шанс на восстановление, тем самым, это очень помогало психологически, очень сильно, плюс я понимала, ну хорошо, я понимаю, что моя реабилитация, там два года прошло, я понимаю, что моя реабилитация, может не, ну вот эти все мои усилия могут не принести результат, но я хотя бы работаю все это время, я по-прежнему финансово остаюсь независимой, и это важно. А как ты искала вообще первых клиентов, как эти тебе узнавали? Сейчас очень легко, да, в этом плане, есть куча сайтов, где ты можешь зарегистрироваться, как преподаватель, или оттуда набирать клиентов, есть те же соцсети, где ты можешь бесконечно об этом рассказывать, тебе приходят какие-то клиенты, а так в 2013 году, когда ты только это все развивала, где ты брала эти клиентов, и где как-то доказывала, что ты действительно знаешь язык, ты действительно можешь им что-то дать. Изначально это был Инстаграм, ну я на тот момент уже была дипломированным переводчиком, потом это было как снежный ком, потому что ученики делятся опытом, советуют меня с друзьям, как всегда, да, то есть соцсети и сарафаной радио, наверное, в соотношении 60 и 40, ну то есть сарафанной 40, соцсети 60, наверное, вот так, судя по моим ученикам, поэтому и работа была очень-очень-очень важным этапом начать работать, потому что стало чуть-чуть легче, когда я начала работать, потому что я, ну это какое-то ощущение нормальной жизни, то, что я нормальный человек, я могу работать, очень важно, и, наверное, вот ты сказала мне причину, по которой ты задаешь мне этот вопрос, наверное, важно здесь об этом сказать, что очень важно было убрать эту мысль, задвинуть свое эго немножко, потому что из одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в России, у которой, которая собирала все лучшие контракты, потому что я была в лучшем виде спорта на протяжении многих-многих лет в стране, во всей стране, и все пенки доставались мне, грубо говоря, и из этого сделать такой дауншифтинг, даже не то, что дауншифтинг, а даун, не знаю, как это, фол, просто, ну, короче, стать преподавателем английского языка, да, за какие-то там копейки в час, ну, по сравнению с тем. А что в этот момент еще и эго работает? Конечно. Ну, то есть, типа, я был кем-то, а сейчас я никто. Конечно, при том, что я ничего, я не стала хуже в своем виде спорта, это не потому, что я, ой, ну, не смогу, не могу уже так классно кататься, ну, вот приходится уходить из спорта, что нет, я ушла на пике карьеры, когда по-прежнему никто там, ну, не катался лучше у меня в стране. Очень сложно, ну, то есть, здесь мне просто нужно было, вот, как ты говоришь, объяснять себе, объяснять себе, что надо фокусироваться не на том, что вот такая разница, я говорю, просто зарабатывать копейки по сравнению с тем, что зарабатывала до этого, где почасовая оплата, и из каких-то таких титулов регалий я стала преподавателем английского языка. Убрать то, что я потеряла, и фокусироваться на том, что у меня есть. Это же классно, что у меня, несмотря на то, что я все это потеряла, у меня все еще есть работа. Ну, сейчас, получается, твое преподавание просто онлайн, на каких-то частных уроках, переросло в несколько курсов, которые ты, поскольку, во-первых, это модно, да, делать курсом сразу, и ты можешь много информации дать большому количеству людей, а во-вторых, сразу можно достаточно заработать, и в чем-то другом себя продвигать, да, в той же музыке, которую ты сейчас делаешь. Расскажи, как появился курс, как ты его собирала, и как ты здесь находила, или тебя находили ребята, как вообще он развивался, и как ты считаешь, может быть, есть какое-то развитие, что ты достаточно вложила, недостаточно вложила в этот курс, как ты видишь развитие в этом сейчас? Я ухмылялась, потому что классная история, потому что такая одна из многих историй в моей жизни, когда из плохого что-то получилось, сделать что-то хорошее. Я сломала ногу два года назад, прямо перед пандемией. И это на тот момент казалось просто катастрофой, потому что до этого я уже года три, два, три года, я упомянула про угрозу сепсиса, это было связано с незаживающей раной на ноге, за счет того, что нарушено кровообращение, ничего не заживает в ногах, то есть маленькая ранка, три года, много госпитализации, связанных с ней, месяцы, фактически годы, фактически годы антибиотиков и прочих угроз, постоянно маящие угрозы над головой, в общем, ничего не заживает из-за нарушенного кровообращения в ногах, связанных с моей травмой. И тут я на фоне всего этого, на фоне этой открытой раны, которая постоянно висит как угроза, ломаю ногу и понимаю, что если вот такая ранка не заживает три года, как заживет перелом? Плюс начинается пандемия, какое-то было такое потерянное состояние, и все остаются дома, много запросов, все хотят учить язык, потому что у всех появилось время, все сидят дома, и все хотят, ну, есть время заниматься обучением, и я понимаю, что, но при этом цена многих отталкивает, потому что, ну, все-таки это почасовая оплата, и не каждый может себе позволить, но у всех есть время. И мне очень хотелось, искренне хотелось как-то, ну, снизить цену, и тогда целыми днями работать. То есть мне хотелось, что классно у людей есть время, но из-за того, что пандемия, все в потерянном состоянии, и не у всех есть возможности. И хотелось дать каждому возможность обучаться со мной, и только так родилась идея сделать курс, потому что хотелось сделать образование для всех доступным, и я решила записать эти уроки. И сделала цену максимально низкой, минимальной, как несколько чашек кофе за две недели обучения на курсе. И пока я лежала с гипсом, мне нужно было лежать и постоянно ногу, нога, чтобы вверх была. И мне кажется, только я работала по 13 часов в день, два месяца, чтобы создать этот курс, потому что их несколько частей. И третья часть так и не выходит, потому что, к счастью, я больше ног не ломала, но я просто постоянно все спрашиваю, когда будет третья часть, чтобы создать этот курс. Мне нужно было два месяца просто локдауна, ковида со сломанной ногой, чтобы создать этот курс. Поэтому я надеюсь, что третья часть не выйдет никогда. Поймите меня правильно. И все получилось за счет того, что я сделала такую низкую цену. Люди, видимо, всем очень нравился курс по такой цене, тем более ни одного не было недовольного пользователя. и курс начал пиарить сам себя, потому что люди чувствовали благодарность, наверное, за то, что они получили две недели обучения, ну, просто копейки, за меньше, чем час обучения со мной, получили две недели со мной и делились от души со всеми. И так фанное радио разрасталось, и курс стал очень успешным. А давай расскажем для тех, кто не знает, кому подойдет этот курс, только для тех, кто только начинает учить язык, или кто-то, кто уже понимает, может читать, например, на нем или как-то изъясняться, кто может прямо сейчас к ним прийти, и что ты даешь на курсе? Курс подойдет всем тем, кто хочет, наконец-то, разговаривать по-английски, и так, чтобы было легко. Мне ужасно не нравится, как преподают язык фактически везде. Я очень много разных школ проходила, и очень часто у преподавателя есть задача показать, как он много знает, и какой он классный, и как он вот этот сложный-сложный язык. Смотрите, какой сложный этот язык, смотрите, какой он сложный, вы-то никогда его не учите, а я вот его выучил. И так делается и в школе, и в университете. Уже то, например, что мы начинаем с артиклей изучать английский язык, это самая сложная тема в языке, потому что в русском языке ее нет. А так как у нас нет этой реалии в русском языке, это действительно самое сложное, как выучить то, чего у нас нет. Это самая сложная тема в английском языке, и начинать с нее это все. Вот просто убить в человеке надежду выучить когда-либо язык. Моя задача в этом курсе показать, что выучить, научиться говорить на языке очень легко. И так что подойдет всем тем, кто хочет убедиться, что это легко, и он сможет говорить на языке. Вот. Так что фактически подходит всем. Алена, я хочу вернуться немножко назад. Я упустила один момент, мне кажется, достаточно важный. Когда ты была как раз в первые годы реалибитации, ты все равно самостоятельно все это делала без, я так понимаю, особой посторонней помощи. И ты как раз была тогда замужем. И я могу об этом говорить, да? Я буквально один вопрос об этом расскажу. Ты рассказывала об этом публично. Не буду туда возвращаться. Через год после вашей свадьбы вы расстались, и как раз одна из причин была потому, что здоровому человеку невозможно понять, что ты испытываешь. достаточно трудно принять. Я так поняла. Возможно, я неправильно поняла. Я думаю, что не каждому человеку невозможно понять. Я думаю, все индивидуально. Нет, безусловно, не каждому. Которые могут понять. Конечно, конечно. Мы знаем даже ту же Ксению Безуглову, и видим, какая у нее семья. В крайней мере, все, что она транслирует. Прекрасная Ксения Безуглова. Да, я когда-то тоже для аргументов фактов с ней делала интервью и следила за ней несколько лет. Ну, достаточно так плотно. Я только недавно посмотрела с ней интервью, но она какая-то прям прекрасная. Да, она очень активная женщина. Ну, я к тому, что, конечно, я не могу сказать, что 100% людям это не подходит. Но в данном случае твоему бывшему супругу это не подошло, этот формат. И он понял, что он не может. Ему тяжело в этом находиться. И этот момент был для тебя еще... Получается, он наложил на боль от твоей травмы, боль от расставания, от боль от такого предательства. Не знаю, можно ли назвать это предательством, но в какой-то степени да. Вот на сейчас ты... Что тогда предательство, если не это? Да, я думаю, что ты правильно называешь предательством. С одной стороны, он не наложился, а это было так, это умножило, потому что это предательство было связано именно с моей травмой. То есть это прямая связь с тем, что произошло. Это эту травму, которую я так пыталась пережить, не дать ей заглушить всю мою жизнь. А здесь это предательство настолько подчеркнуло всю трагедию моей травмы, что оно просто взяло и умножило, не прибавило, не плюс, а помножило вот эту боль на 10, наверное. Так что оно не наложилось, оно умножило мои переживания. Я просто думала об этом, ну, отстранена, да, как просто обычный человек, который услышал такую историю, что, ну, с одной стороны, можно понять человека, потому что не все готовы справиться с этим. Аккуратнее, вот с такими фразами рядом со мной, пожалуйста, я не знаю, как можно понять. То есть ты сейчас говоришь, что, ну, вот у тебя нет бойфренда, жалко, я бы тебе сказала сейчас, что ты говоришь своему бойфренду, я с тобой, но только пока у тебя все хорошо. Нет, я имею в виду, что... Ну, вот я скажу сейчас все равно. У меня был один раз интервью, и интервьюер сказал во время интервью, ну, на самом деле, ну, я где-то могу понять, получается, что, ну, потому что я бы не уверен, вот смог бы я, как бы я повел себя в такой ситуации. В тот момент моей задачей было... Ну, у меня был такой ком в горле от обиды, что я не смогла ничего сказать, и мне очень... Это был прямой эфир, и мне нельзя было расплакаться, и я ничего не сказала. Но очень жалею об этом, потому что нужно было сказать, хорошо, у вас есть девушка там, или жена сейчас, я просто знаю, что у нее кто-то был. То есть вот вы сейчас ей фактически сказали, дорогая, я тебя очень люблю, но только пока у тебя все нормально. Вот как только с тобой случится что-то плохое, меня не будет. Вот к каждому, кто в этот момент сейчас подумал, что не как... Как ты сказала? Я сказала, что можно понять. Вот каждый, кто считает, что можно понять, пусть тогда себе сам признается и своей паре. И вообще, мне кажется, очень важно, когда ты с кем-то в отношениях отвечаешь себе на этот вопрос. Вот если сейчас с этим человеком что-то плохое произойдет, я уйду или останусь? И если уйду, то значит, вы не с тем человеком. Или хотя бы важно этому человеку об этом дать знать? Такие мысли в любом случае будут у 98%, мне кажется, людей, которые посмотрят, потому что мы не задаем каждый день себе этот вопрос, потому что мы не предполагаем, что что-то случится. Ну, я к тому, что мы же живем, и все это где-то не про нас. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Что мы смотрим в Инстаграме, читаем какие-то истории, это про других людей, ну, не знаю, даже мысль такое не промелькает у людей, которые вот сейчас женятся и думают о том, что вот такая трагедия, например, случится. Вряд ли кто-то рассчитывает, что он будет делать в этот момент. Я к этому, к тому, что люди могут быть к этому не готовы, может быть, он не продумывал, и если бы он думал об этом, он бы честно себе сказал, например, нет, я не готов, да, и не вступил бы, но он не знал, что так случится. Я не оправдываю человека. Нет, я к тому, что я пытаюсь понять логику людей. Я не нападаю на тебя, я просто думаю, так, вот в тот раз я не сказала, а в этот раз я скажу. Я подчеркнула. Пожалуйста, используй это вообще. Это не ты. Ну, то есть это не акте, ничего личного, абсолютно. Я просто использую это для того, чтобы вернуться к тому вопросу. Но вопрос мой был в другом, когда я задавала его. Удалось ли тебе вообще его простить, или ты не думала об этом, вот все, ушла и прожила? Ты знаешь, я простила слишком, наверное, рано. То есть слишком, я, в общем, был такой период, когда меня душила несправедливость его ко мне. Насколько человек был неспособен к состраданию и к сочувствию. Насколько он не давал мне никакой скидки на то, чтобы я чувствовала, или совершала какие-то действия, учитывая мою ситуацию. То есть моя ситуация вообще не учитывалась. И меня так душила вот эта несправедливость, насколько он неспособен к состраданию и сочувствию, что мне хотелось, я поймала себя на мысли, что мне хочется, чтобы он один день, просто один день, побыл in my shoes, как говорят по-английски, вот в моей ситуации. Чтобы он один, вот это случилось с ним на один день, и чтобы он понял, как он несправедлив по отношению ко мне. Но так как я самый добрый человек из всех, кого я знаю, меня очень беспокоило то, что я так, когда я впервые почувствовала, что я желаю ему такого, мне стало очень страшно, потому что я подумала, это в самый период такое, когда, ну, в период, в сложный период отношений с ним, когда не туда, не сюда, и вот очень сложный был период. Мне стало очень страшно, как это я, самый добрый человек на свете, и желаю человека, которого выбрала в мужья, за которого вышла замуж, то есть это мой должен быть самый родной человек, а я ему желаю, ну, понятно, что уже все плохо, но я все равно, как я могу желать того, чего я не пожелаю даже врагу. Эта травма, это ужасная, ужасная совершенно вещь, которую я даже врагу не пожелаю, а тут я, получается, пусть на один день желаю ему, потому что я хочу, чтобы он меня понял. Мне стало так страшно, что я впервые, это было впервые в жизни, когда я обратилась к психотерапевту, я говорила, что я немножко саботировала процессы, я не хотела заниматься психотерапевтом, я хотела заниматься психотерапией самой, но вот специалист, я не могла как-то позволить кому-то помочь себе, и это первый момент, когда я поняла, что я сама не справляюсь, обратилась к психотерапевту, и уже потом, ну, и занимались мы с этим психотерапевтом тем, чтобы я смогла простить, и я простила его в результате этой терапии, и оказалось, что я слишком рана это сделала, потому что мне тогда это набредило больше, чем помогло, потому что я снова как-то... То есть это бы история закончилась, и я бы уже начала свою... Вот как ты сказала, через год вы расстались. Ах, если бы. Мы не через год расстались. Через первый год случилось вот это предательство, когда человек сказал, я не знаю, могу ли я дальше продолжать с тобой или нет. Меньше, чем через год после травмы. Вот как раз тогда случился этот момент, когда я поймала себя на таких ощущениях, обратилась к психотерапевту, проработала и простила. А потом уже годы спустя поняла, какой это была ошибка, потому что меня засосало еще на несколько лет вот этой тягомотиным идти или остаться, простить или убежать от этого человека. Да, ну то есть это растянуло вот это. То есть я тогда этого испугалась, что как это я самый добрый человек из всех, кого я знаю, а чувствую такое ужасное. Вот кому-то желаю зла впервые в жизни. Кому-то желала зла, потому что обычно я не знаю, если условно, если у меня украли что-то, я этому вору желала, чтобы у него все было. Тогда ему не нужно будет воровать. Если мне кто-то сказал гадость, я желала, чтобы у него все наладилось, тогда он гадость не будет. Ну я в это искренне верю, что человек делает всякие подлости и гадости, если ему самому плохо, а соответственно я желаю, чтобы у него все было хорошо, потому что счастливый человек, он делает людей вокруг себя счастливыми чаще всего, а не наоборот. Вот. А тут я впервые в жизни желала что-то плохого и испугалась этого, потом уже опять же из той же самой психологии узнала, что это нормально, это так твое сознание, твой мозг, твое тело защищает себя. И это ничего страшного. И нужно было дать себе это прочувствовать, и возможно я бы из этого всего выбралась куда быстрее. А я как-то испугалась этого плохого чувства и возможно простила слишком быстро. Простила я сейчас, мне сейчас уже все равно. Я думаю, что это не важно, простила я его это или нет. Вот. Мне, конечно, в идеале хотелось бы сказать, что я его простила, но скорее, наверное, нет чем да, но я не буду уже теперь, сейчас себя заставлять его прощать. Дам себе это прожить. Когда прощу, тогда и прощу. Я не думаю об этом каждый день, вот, что я о нем вообще не думаю, да, и я рада, что все так, как сложилось. Я очень рада, что у меня нет общих детей, например, с ним, что я это достаточно, может быть, даже я рада, что этот травм, я не хочу говорить, что я рада, что травма случилась, но хорошо, что я рано поняла, да, что это за человек и не продолжила свой путь с ним дальше и не тратила больше на него времени, чем я потратила. Так что то, что я не с ним, я рада, что я не с ним, я не знаю, ты считаешь, что я его простила? Мне все равно. Мне все равно, я рада, что этот человек не в моей жизни, вот так. Это меня наводит на мысль, знаешь, что часто близкие, друзья, родственники, мужья, неважно, когда такое случается, не знают, как себя вести, не знают, как поддерживать, не знают, что им сделать, чтобы не навредить, что им сказать, уместно, неуместно, ну, просто у кого-то не хватает нормальной силы, додуматься, пойти к тому же психологу, спросить, как себя вести. Ты 9 лет в этом живешь, скажи, а как себя вести близким людям, что им делать, что им не нужно делать, как им поддерживать. Они же не могут помочь, ну, они не могут взять и тебя поставить на ноги, и не знаешь, что ты не можешь себе помочь, никто тебе не может помочь. Но при этом, вроде бы, вести себя так, как будто ничего не произошло, нельзя. Вести себя так, как каждый день, напоминаю, что вообще-то ты не такая уже, как была раньше. Тоже странно, потому что жизнь твоя продолжается, и лучше, как будто, ну, все так же, да, что ты такая же, как и все, но не надо выделять, это нормально. И в этом, ну, где в этом баланс? Как себя чувствовать? Я просто перекладываю все на себя. Вот представляешь, я не знаю ответ на этот вопрос, а вот моя лучшая подруга, Женька, почему-то знает. Я не знаю, как, ну, то есть она, я просто пытаюсь, никто не спрашивал, не задавал такой вопрос, очень крутой вопрос. Вот так, как вот делал бывший мой супруг. Не надо делать, я даже не знаю, говорить, что, прости, пожалуйста, я тебя очень люблю, но вот будущего я бы, наверное, такого не хотел, поэтому я, ты как-нибудь сама. Вот так не надо делать. То есть я тебя очень люблю, это, ну, я тебя очень, я никогда больше не найду такая, как ты, ты самая лучшая, но вот такая жизнь мне сейчас не очень нравится. Ну, не сегодня. То есть, да. А моя лучшая подруга, которая прилетала ко мне в отпуск, например, там, единственные четыре недели, которые у меня были, я говорю, пожалуйста, Женя, сходи, съезди куда-нибудь, это единственные твои выходные, и ты здесь со мной, в моем реабилитационном центре сейчас, где пахнет резиной, и просто где даже дневной свет не проникает сюда, пожалуйста, иди куда-нибудь, там, съезди куда-нибудь, почему ты весь отпуск тратишь на меня. Она говорила, Ален, конечно, я бы хотела, чтобы мы сейчас где-нибудь были с тобой на песке, на пляже, но мы не можем сейчас быть там, поэтому мне лучше с тобой здесь, но с тобой, чем, чем, чем на пляже. Ну, то есть, и я не знаю как, но вот я говорю, видимо, у нее был ответ на этот вопрос, потому что мне так это важно было, потому что я-то знала, у тебя там мелькнула фраза, я знаю, что ты не из худших побуждений, но что ты другая. Нет, потому что я была не другая, я была такая же, и вот то, что она была со мной, мне было просто то, что мне было нужно, потому что я-то на самом деле такая. Вот то, что она была там со мной, хотя абсолютно поменялись обстоятельства, позволяло мне чувствовать себя, потому что я такая же, и ей все так же классно со мной, несмотря на то, что все вокруг и поменялось. Вот, и это, наверное, вот так нужно помогать. То есть, она... Он просто приезжал и говорю, ну что, давай посмотрим фильм, давай, и вот просто, наверное, всем своим существом показывала, что со мной по-прежнему классно. Хотя я понимаю, как ей было сложно, наверняка я была очень токсична, я ей сейчас... Ну, мне было так плохо, и наверняка я была очень токсична, и я сейчас говорю, Жень, как вообще ты смогла со мной? Да нет, ты не была токсична, и говорит она, хотя я уверена, что это неправда. Мне кажется, быть рядом, и вот как есть такое share, да, по-русски тоже делите, радость и горе. Вот как она так же делилась со мной, когда у меня все было классно, она говорила, о, классно, а мне можно с тобой, когда было классно, и что-то происходило, так, когда и происходила самая жесть, она говорила, ой, а мне можно с тобой туда? Вот, я не знаю, ну, прием к доктору, в эти часы скучные в зале. Мы изучали немецкий, смотрели фильмы, но, ну, то есть вот она тоже разделила со мной это горе и становилось легче, действительно ощущалось, как будто я вот так половину отдала ей на этот момент. Поэтому, наверное, быть рядом, спрашивать, как я могу помочь. То есть она из ничего делала праздник, то есть приезжала к моему реабилитационному центру, очень жесткий, в Москве, в котором я провела 6 месяцев, это фактически буткемп, то есть это жуткое совершенно место, пыточное. И она приезжала туда и вела себя так, как будто вообще мы на курорте просто, приезжала со свежей клубникой, с новым кинчиком, каким-нибудь, и пока я стояла в тренажере, дорабатывая свои 10 часов, мы смотрели фильм и ели с ней вместе эту клубнику. Потом она сказала, давай учить немецкий, мы же все равно проводим вместе, а так мы будем с каким-то смыслом. Да, и, в общем, вот, памятник надо Жейке поставить. Просто всем искренне желаю такую же найти дружбу, когда человек способен за тебя так же радоваться, как за себя, и я знаю это по себе тоже, то есть это как часть меня, когда ты искренне реально можешь порадоваться за человека так, как ты бы радовался за себя, это как сестра, как семья, да, семья только, которую мы сами выбрали. Видишь, у тебя жизнь, получается, показала тебе Жене с такой стороны и мужа, например, с такой стороны. И каких-то людей еще наверняка, там того же тренера и так далее, я не знаю, возможно, еще есть какие-то люди, которые проявились просто. Да, таких, кстати, мало очень, то есть вот таких как тренеров было всего там 2-3 человека, представляешь? Вообще, ну я слышала об этом, и я очень была удивлена. Ален, спасибо большое, что нас пригласила в Ханитман Бич, точнее я сама. Я не знаю, что я понимаю. Спасибо большое, мне очень приятно, что мы с тобой, ну мы пока не подружились, но я чувствую какую-то тепло. Мне кажется, мы подружились, просто в первые 5 минут нашего общения. Да, в общем, это очень классно, я смотрю на тебя, и мне хочется очень, чтобы у тебя все получалось, все было хорошо, и я максимально чем могу, тебе помогу, вот. Спасибо, Леночка, я знаю, что ты имеешь в виду, Лена в первые 5 минут начала, я прям чувствую, как она начала думать, так, а как я могу помочь, а что я могу сделать, уже начала какие-то там придумывать знакомства, как, вот с кем она меня может познакомить, а из чего что-то может получиться, и вот, и ты прекрасна. Красивая. Так что я очень рада знакомству с тобой, спасибо тебе. Да, ребят, я оставлю все контакты Алены, подписывайтесь на нее, у нее прекрасный курс английского языка, который, я надеюсь, я пройду до конца, у меня хватит силы Оли, но если вы не знаете язык, вы можете с нуля начать его с Алены и закончить тем, чтобы приехать в Америку, обращать все свои мечты здесь. Многие спрашивают, как с языком у тебя, вот, как с языком, обращайтесь к Алене. У меня есть прекрасный телеграм-канал, где я очень честно, часто рассказываю ребятам о жизни здесь, где появляются в том числе такие герои, какие-то лица. Можете на него подписываться и не только красивую картинку видеть, но и реальную картинку видеть. Подписывайтесь на этот прекрасный канал, на мой инстаграм, и будьте со мной. Я надеюсь, что мы были вам полезны. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok